Тело, имея начальную скорость 1 м в секунду, двигаясь равно ускоренно, приобрело, пройдя некоторое расстояние, скорость 7 м в секунду. Какова была скорость тела, когда она прошла половину этого расстояния? Нам известно, что тело имело начальную скорость в нулевое на 1 м в секунду. Пройдя какое-то расстояние, она приобрела скорость 7 м в секунду. В конечная будет 7 м в секунду. Нужно выяснить, какая была скорость, если она прошла половину этого расстояния. Обозначив 2 будет знак вопроса. Картинка следующая. Мы имеем начальную скорость v0, имеем конечную скорость vk. Надо выяснить, какая была скорость посредине этого участка. Обозначим длину этого участка s. Половинка участка, естественно, будет равна s по поводу. Будем определять, как мы будем считать эту скорость по стандартной формуле, которая у нас есть s равно v0 t плюс t квадрат делить на. Поскольку у нас нет ни времени, ни ускорения здесь, только есть v0 и s даже нет. Давайте подставим вместо значения t его значения через скорость и ускорение, чтобы уменьшить количество неизвестных. Мы знаем о том, что равно v-конечная минус v0 делить на t. Отсюда t будет равно, естественно, v-конечная минус v0 разделить на а. Теперь давайте подставим его в эту формулу вместо t. Подставим. То мы получаем s равно v0 остается, а тут будет дробь. v-конечная минус v0 делить на а плюс а делаем так. А на 2 и t квадрат. А t квадрат это что? Это вот v-конечная минус v0 делить на а в квадрате. Давайте постепенно будем избавляться от скобок и знаменателей. И так у нас s будет равно, поскольку тут дробь. Перемножим v0 на вот эти скобки. У нас будет равно внизу будет знаменатель а. Здесь будет v-конечная на v0 минус v0 в квадрате. Плюс а, что делится на 2. Здесь будет что? Внизу а квадрат. Вверху квадрат разница. v-конечная в квадрате минус, скобочка сделала, 2v-конечная на v0 и плюс v0 в квадрате. Это сделали скобки. Дальше упрощаем. Тут можно сократить, конечно, сразу квадрат этот. Тут будет знаменатель 2а, а тут а. Давайте приведем это все к общему знаменателю. Поскольку тут 2а, а тут а, значит это нам нужно просто умножить на 2. Этот оставляет без изменений. Вот эти скобки, которые тут будут у нас, надо умножить на 2. Внизу знаменатель 2а. Вверху умножаем на 2. Получаем 2v-конечная на v0 минус 2v0 в квадрате. Плюс v-конечная в квадрате. Минус 2v0 на v-конечная и плюс v0 в квадрате. Смотрите, вот это можно сократить. Два одинаковых члена. Плюс v0 и минус 2v0. Это будет минус v0. Давайте запишем уже окончательно. v-конечная получается в квадрате остается. Минус v0 в квадрате делить на 2. s будет равно вот этому всему значению. В принципе, эта формула известна. Она раньше не была определена. Но дополнительно в этой задаче еще раз вывели и показали о том, что мы освободились хотя бы от времени. Полный s. У нас будет вот это значение v-конечная минус v0 или в квадрате 2. А что же у нас будет для s2? Смотрите, для s2 картина вывода будет точно такая же. Только в случае s2 конечная это будет значение v2. Начально у него v0 как было, так и останется. Если мы выводили все это для s2, v-конечная для s2 является вот это v2. Поэтому мы вместо vk поставили просто v2. Итак, s2 можно написать, что равно v2, нам неизвестно в квадрате, минус v0 в квадрате, разделить на 2. Вот это повторяет практически весь этот вывод, за исключением того, что тут конечная v-конечная, а тут конечная v2. Итак, что можем сделать? Вот у нас есть два уравнения. Давайте разделим первое уравнение на второе. s делить на s пополам, большая 2 на 2. Здесь вверху равно маленькое другое, v-конечное в квадрате, минус v0 в квадрате. Это v, это v, это v, конечно, делить на 2. А, и внизу v2 в квадрате, минус v0 в квадрате, тоже делить на 2. Вот это нам неизвестно. Упрощаем это все. Эти два пойдут сюда, эти два сюда. Можно сказать о том, что эти два сократятся. Получается, s деленное s делится на 2, равно v, конечное в квадрате, минус v0 в квадрате и делить на v2 в квадрате, минус v0 в квадрате. Давайте еще от s освободимся. Двойка пошла вверх, естественно, s сократится. Это просто будет равно 2. s сокращается, двойка идет из этого дробного внизу. С этой дроби в числе можем написать, что v, конечное в квадрате, минус v0 в квадрате, равно 2, что множится на v2 в квадрате, минус v0 в квадрате. Теперь откроем скобки v2 в квадрате неизвестно. Получается, v, конечное в квадрате, минус v0 в квадрате, равно 2v2 в квадрате, минус 2v0 в квадрате. Итак, перенесем вот это 2v0 сюда. Естественно, оно перейдет с плюсом. А тут у нас минус. Получается, что v, конечное в квадрате, остается только плюс v0 в квадрате, равно 2v2 в квадрате. v2 в квадрате нам неизвестно. v2 в квадрате, можем написать, равно вот этому выражению, v, конечное в квадрате, плюс v0 в квадрате, делить на 0. Теперь уже осталось написать корень, что v2 будет равна корню квадратному из v конечной в квадрате плюс v нулевой в квадрате делить надо. Давайте посмотрим, что это будут за числа. Итак, v2 равно корень квадратный v конечной в квадрате. Это 7 метров за секунду в квадрате, v нулевой в квадрате 1 метр за секунду, плюс 1 метр за секунду в квадрате делить надо. Равно. Метр за секунду в квадрате давайте вынесем за скобки, а тут у нас квадраты останутся. Вот так вот сделаем с числами, чтобы работать. Метр на секунду в квадрате этих множителей мы убираем. А внизу будет множитель, что останется 7 в квадрате плюс 1 в квадрате. И все это делить на 2. Равно корень квадратный из метр на секунду в квадрате. А здесь будет что? 49 плюс 1, что множится на 50 и делить на 2. Равно. Вот этот квадрат сразу можем вынести за корни. Получается метр за секунду. Внизу корень из 50, что делится на 2, равно метр за секунду. Плюс-минус будет. Но мы берем, конечно, значение плюс. Корень квадратный будет из 25. Равно 5 метров за секунду. Можно написать плюс-минус, но минус даже минус. Она движется в эту сторону. Только берем одно значение. V равна V2. Эта скорость где-то посрединке будет равна 5 метров за секунду. Конечно, когда использовали вот эти все выкладки, можно было бы сразу использовать вот этим выражениям, которые есть, приведенные уже в выкладках в теоретических ходах. S равно V. Это конечный квадратный минус V нулевой и квадратный делить на 2. Ну и специально показал, чтобы видно было, откуда все это получается, что мы объединили, чем мы заменили и так далее. И тем более, что показал, раз такая выкладка для S годится всего, значит она годится для S половины. А потом уже осталось проще все это свести, посчитать значение средней скорости V2. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...